Время летит незаметно Стратегии продолжают существовать и вполне себе радуют. Сегодня мы рассмотрим 7 таких игр, которые выйдут до конца 2019-го и выглядят как весьма достойные представители своего жанра. Conan Unconcord Норвежская компания Fankom — пример адекватного подхода к ведению бизнеса. Она много лет находилась на грани банкротства, с середины нулевых ей катастрофически не везло, но в 2018-м, нащупав успех с релизом онлайновой выживалки Conan Exiles, она не сошла с ума, не стала продолжать давить на многопользовательские развлечения и достаточно разумно подошла к дальнейшим инвестициям. Обратный пример — Starbreeze, которая обогатилась на сетевом шутере Payday. Вместо того, чтобы потратить заработанные деньги на менее занятые и рискованные направления, ее руководство посчитало, что студии Overkill Software и без Ульфа Андерсона справятся, вбухала кучу ресурсов в создание еще одного онлайн-боевика, Overkill The Walking Dead и мигом разорилась. Fankom же старается зафиксироваться в более устойчивой нише. Сначала она очень правильно подалась в тактику и подарила нам отличную Mutant Year Zero Road to Eden, а теперь на подходе Conan Unconcord — стратегия в реальном времени, которой, между прочим, занимается студия Petroglyph Games. Эта команда известна по Star Wars Empire at War, Universe at War Earth Assault и Grey Go. В них нет ничего выдающегося, но это добротные представители своего жанра, использующие классические приемы. И, видимо, Conan Unconcord будет полностью им соответствовать. То есть это такая же традиционная консервативная РТС, где мы строим базу, укрепляем ее стенами и башнями, возводим казармы и прочие знакомые сооружения, набираем войско и бьемся с ордами врагов. В качестве десерта выступают огромные колоссы. Если удастся произвести одного такого, то сможете натурально затаптывать противников. Авторы говорят, что действие будет довольно динамичным, поэтому раздавать указы и заниматься планированием можно в режиме паузы. Герои тоже будут присутствовать, их можно разблокировать по ходу игры, среди них и сам Conan. Все эти герои обладают уникальными способностями. Кстати, именно Petroglyph Games сейчас делает ремастер Command & Conquer по заказу Electronic Arts. Iron Harvest Прежде всего, Iron Harvest привлекает, конечно, своим антуражем. Художественное исполнение Якуба Розальски смотрится очень необычно и атмосферно. Эпические битвы с футуристической военной техникой на фоне панорамы с прошлого. Мифические существа, от одного вида которых холодок пробегает по спине. Стиль рисования Розальски создает ощущение сказочного и захватывающего сна. Забавно, что обычно на создание вот такого арта у него уходит всего лишь полчаса времени. У него удивительно аккуратная и детальная работа для скоростного рисования. В общем, его полотна оживают в Iron Harvest, и не только ими игра студии Kingard хороша. В ней будет, например, неплохо реализована разрушаемость объектов. Можно разнести в труху любое укрытие или, напротив, оборудовать защиту на свой вкус. По механике Iron Harvest очень напоминает Company of Heroes, но структура кампании больше походит на третий Warcraft. Нам предложат три сюжетные кампании. За Русвет, уставшую от Первой мировой войны, за Саксонскую империю, униженную поражением, и за Республику Полания, оказавшуюся в тисках двух держав. У каждой фракции три героя, уникальные мехи и пехота. Юниты Полания быстрее прочих. Силы Русвет хороши в ближнем бою, а немцы, напротив, его избегают. Роботов более трёх десятков, от малюток до гигантов. Герои, как и в Conan & Conquered, тоже имеются, и у них тоже есть свои уникальные умения. Например, представляющая Поланию Анна — снайпер, и в её случае актуально пользоваться стелсом. Но ещё её фишка в том, что она имеет ручного медведя Войтека, которого можно натравливать на врагов, если те всё-таки смогли подобраться близко и пытаются на Анну напасть. Феникс Пойнт Феникс Пойнт — это не свой аналог XCOM, как можно подумать по продемонстрированным кадрам. Студия Snapshot Games под руководством Джулиана Голопа, автора оригинальной XCOM, кардинально перекроила всю механику, и, что удивительно, её проект качественно и по масштабам серьёзно превосходит детища Fireaxis Games. Удивительно это потому, что всё-таки болгарская Snapshot Games — команда небольшая, она насчитывает всего 30 человек, в то время как Fireaxis — аж две сотни. У неё нет за плечами такого издателя, как 2K Games с огромными бюджетами, но в своём усердии студия Голопа напоминает CD Projekt Red. Её проект, по факту, стоит в несколько раз дороже, чем есть на самом деле, и такое впечатление дороже, чем XCOM Anonyme Unknown и XCOM 2 вместе взятые. Это ощущается и благодаря тому, что в Феникс Пойнт есть настоящая, хочется сказать, олдскульная глубина и внимание к деталям, которые почему-то современным разработчикам несвойственны. Например, тут, в отличие от делогии Fireaxis, пули летят именно туда, куда показывает игра. Тут нет глупого рандома, когда вы промазываете по огромному врагу, ненаходящемуся за укрытием. Бойцы не стоят как истуканы, когда в них палят со всех рук, они пытаются отстреливаться в ответ. И что интересно, напарники тоже оказывают поддержку, попавшему под огонь товарищу. То есть по отношению к противникам это также актуально. Вы можете отхватить пулю в лоб за любой произведённый собственный выстрел. Ещё, как видите, тактика расширяется тем, что можно целиться в определённую часть тела. Соответственно, рукопашникам следует палить по ногам, стрелкам — по рукам, чтобы выбить оружие. Это только пара находящихся на поверхности моментов. На изучение тонкости Phoenix Point уйдут многие часы. На миссию тут можно брать до 16 оперативников. В начале игры стольких наше транспортное средство будет доставить неспособно, но этот аспект прокачивается. Total War Three Kingdoms Хоть серия Total War представляет собой приличный такой конвейер, отправляющий на полки магазинов минимум одну игру каждый год, но вообще-то по основной линейке пора бы соскучиться. Ведь всё, что мы видели в последние три года, помимо онлайновых Total War Arena и Total War Battle Kingdom, это дилогию, основанную на вселенной Вархаммер, а также неравноценной флагманской серии спин-офф A Total War Saga Thrones of Britain. А именно традиционная Total War в последний раз выходила аж в 2015-м и носила под заголовок «Аттила». На этот раз мы перенесёмся на территорию Китая. История начнётся в 190 году нашей эры, за 30 лет до появления раннего феодализма, известного как «Время Троецарствия». Тогда Китай разделился на три государства. На севере — Вэй, в центральной части — Шу и на юге — У. И их все намерен прибрать к рукам тиран-полководец Дун Джо. За него мы тоже поиграем. Будем казнить чиновников, узурпировать власть в вассальных царствах и принуждать к сотрудничеству тех, кто не в силах этому воспротивиться. Дун Джо держит династию Хань в ежовых рукавицах и вселяет во врагов первобытный ужас. То есть, обратим внимание, в отличие от других исторических частей Total War, в Three Kingdoms мы будем управлять не государствами, а конкретными персонажами со своими землями, которые и представляют собой фракции. The Settlers А теперь перейдем к чему-то менее милитаристскому. В новой The Settlers, как и 25 лет назад, мы будем развивать собственное уютное поселение, в котором постепенно появляются ремесла, воины и развлечения вроде гладиаторских поединков. Конечно, трения с соседями возникают неизбежно, и их тоже приходится разрешать на полях сражений. Однако в новинке появится и другой способ. Можно будет доказать свою правоту, отправив героя на турнир к противнику. В случае успеха жители вражеского города могут поднять восстание и присоединиться к племени победителя. Но всё-таки в основном нашим занятием здесь является работа над созданием комфортной мирной жизни. По сюжету, после разрушительного землетрясения, произошедшего по неизвестной причине, поселенцы отправляются в неисследованные земли в надежде обрести новый дом. Мы уже не раз говорили, что графике в новой The Settlers уделяется повышенное внимание. Волькер Вертич, создатель серии, пообещал, что эта игра отличится самым продвинутым уровнем детализации, аналогов которому в жанре стратегий на сегодняшний день нет. Энноу 1800 Серия Энноу — это практически то же самое, что и The Settlers, только вместо того, чтобы создавать единое цельное поселение, мы ютимся на тесных островах и вынуждены колонизировать их для того, чтобы добыть ресурсы, которых нет на основном нашем острове. В результате в механику добавляется необходимость возиться с флотом. Надо составлять маршруты грузовых кораблей, отправлять торговые суда на реализацию товара и защищаться от пиратов. Энноу 1800 выстроена по той же логике, что и предыдущие игры серии. Сначала удовлетворяем потребности одной категории граждан, потом появляется возможность повысить часть жителей до нового, более требовательного класса, которые, в свою очередь, приносят больше денег в казно. Таких категорий граждан пять. Сначала идут работающие на полях крестьяне, затем трудящиеся на тяжелой промышленности рабочие, после них ремесленники, эдакий средний класс, который не пашет на заводах, а, например, шьет ткани высокого качества или создает витражи, и так далее, пока в итоге не обзаведетесь ученой-элитой, которая займется экспедициями. То есть все нововведения в Энноу 1800 строго связаны с ее сеттингом, основа же абсолютно аналогична той же Энноу 1404. Вместо визири и южных островов — Южная Америка. Только тут она располагается не чуть ниже нашего острова, а находится на отдельной карте, подобно Луне в Энно 2205. Тропико 6 Тропико 6, как вы знаете, разрастется не столько вглубь, сколько вширь. Яркий тому пример — теперь мы будем управлять не одним жалким островком, а одновременно целым архипелагом. В этом новая игра Калипсо Медиа начинает напоминать ту же самую Энно. Вместе с тем разработчики вручили нам целую охапку всяких мостов и автострад, чтобы соединять наше владение в одну сеть. Более того, ресурсы отныне распределяются по всем островам, так что если хотите процветать в тропиках, придется изрядно поломать голову над тем, чтобы все это величие было настроено точно словно швейцарские часы. Надо учитывать, что рабочих следует селить рядом со всеми этими заводами, фабриками и фермами. Добираться через несколько островов до своего кабинета — лишнее неудобство и трата времени. Это ощутимо влияет на производительность предприятия. Мы об этом говорим, потому что из предыдущей игры такая фича была вырезана, а вот в Тропико 4, а до нее и в Тропико 2 она присутствовала. Авторы вообще уверяют, что реализовали близкую к полноценной имитацию жизни каждого тропиканца. Без смысла по острову наши жители не слоняются. А вот еще следствие увеличившихся масштабов. Помимо привычных уже гаражей с автомобилями, надо будет уделить внимание общественному транспорту. Автобусы, фуникулеры и электрички наверняка нашим гражданам придутся по вкусу. Под туризм, кстати, теперь можно запросто выделить отдельный остров, чтобы все эти понаехавшие не раздражали и не отвлекали от размеренной жизни наших, возможно, не шибко лояльных к европейским ценностям тропиканцев. Скоро на канале. Из соображений ностальгии 10 великих стратегий, о которых нельзя забывать. А на этом пока все. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова